Свежий циклон, пришедший к нам из Европы, снова усложнил жизнь коммунальщикам. Но так как циклону до наших тревог дела нет, сотрудникам управляющих компаний пришлось увеличить усилия по расчистке дворов. Борьбу с последствиями стихии мы увидели во дворе между домами 36 и 34 на Лососинском шоссе. Уборка дворовых территорий производится ежедневно. Это дворниками, в частности, заключены договора с обслуживающей организацией, с индивидуальными предпринимателями. Производится уборка перед входами в подъезды, очищается до бетона, как правило, подсыпка территории. В случае каких-то обильных снегопадов, с учетом наших климатических условий, производится механизированная уборка. Сейчас на балансе у нас находятся две единицы техники. Жители двора довольны комплексным подходом подрядчика и его быстрой реакцией на проблему. Мы проживаем здесь четыре года и на протяжении четырех лет мы контактируем постоянно с ними. Мы пока довольны. То есть вот сейчас у нас снег лежит, мы состыковались, все по времени сориентировались, чтобы всем удобно было и делаем уборку, производим. Но не все и всегда проходит гладко. Несмотря на развешанные повсюду объявления и смс-оповещения о скором прибытии техники, не все откликаются на просьбу. Многие оставляют автомобили во дворах, что делает уборку придомовых территорий непростой задачей. И все люди реагируют правильно на данную ситуацию. Некоторые же оставляют, есть такие понятия, как снеговики, которые стоят, например, по месяцу, по два, по три. Но есть же люди, опять же, те, которые не проживают постоянно в доме, где-то, может быть, за границу, где-то в командировке ездят. Поэтому эта проблема есть, но ее, к сожалению, не решить сиюминутно. Если в вашем дворе убрали все подснежники, но качество уборки оставляет желать лучшего, специалисты рекомендуют подать заявление в госжилинспекцию, либо систему ГИС ЖКХ.